Ну что, друзья, всем привет. Находимся на интересном пляже. Называется Улепный берег, если у меня память не изменяет. Название его менялось. Вот, идут работы, наводят порядок, но, конечно, история сегодня не об этом. Думаю, название уже понятно, да что речь сегодня пойдет о сравнении двух достаточно интересных спиннингов. Павлик, товарищ мой, приобрел себе 84 ксесту, но у меня есть 83. Вот сегодня хочу сравнить два этих спиннинга. Попробую покидать. Особо на пелагика, конечно, я не надеюсь, что что-то поймаем, но сравнить их в лоб-лоб, как говорится, я думаю, получится. 83 палочку на моем канале вы видели неоднократно, а это вариант Black Star Extra Tunit. Гриб у нее, конечно, поменьше, поэстетичнее сделан. Катушка-держатель, кстати, как у 66 ксесты по размеру, прям идентичный, один в один. Вот, по характеристикам S84MHT. Тест у нее максимальный до 18 грамм, от 1.5 до 18 грамм. По шнуру 1.2 максималка от 0.2, ну и разрывная LB по моно леске от 3 до 12. Вот такой интересный вариант. Ну и сейчас посмотрим. Ну и моя 83-я. Также Distance Cape Black Start, но не Extra Tunit, более бюджетный вариант. В 83-м росте. По характеристикам от 1.5 до 20 грамм на 2 грамма. Тест больше. По шнуру также от 0.2 до 1.2. Ну и по разрывной также от 3 до 12. То есть по характеристикам спиннинги очень схожи. По весу, конечно, спиннинг полегче. По длине, по рукояти, рукоятка у 83-й. Сейчас, извиняюсь, камера выключилась. Ага. По 83-й катушка-держатель гораздо такой. Ухватистей побольше. Здесь верхняя гайка на 84-й. На 83-й нижняя гайка. Ну и по длине. Разница в длине на самом деле не особо значительная. Там буквально, может быть, 2.5-2 см. Вот такие два интересных комплекта. По толщине бланка спиннинги, в принципе, очень схожи. Я думал, что 84-я будет немножечко поделикатнее за счёт толщины бланка. Но нет. Бланк очень схожий. Но 84-я у неё более такая тонкостенный комель. Ну, вообще весь бланк. 84-й потолще. Ну и в руке, конечно, 84-я прям поделикатнее. И вес полегче у спиннинга. И в руке воспринимается он тоже прям полегче. 10 грамм отлично летит. По ощущениям спиннинг поделикатнее, конечно. Если в 83-м я ловлю пелькерами там в среднем тоже до 12 грамм. Здесь как бы спиннинг без проблем. Ну, верхний тест, понятно, 18. Но, как правило, больше 15. Мы не кидаем. Смысла в этом немного. То есть 83-й я кидаю не только пелькера, но и были такие рыбалки, когда приходилось ловить на бомбарду. Не особо люблю я такой вид ловли, но было дело, приходилось. И там без проблем 15-граммовую бомбарду можно кидать прям в хлёстко вкладываясь максимально. Вот почему-то мне кажется, что 83-й я бы так делать уже не стал. Да, хотелось бы, конечно, рыбку поймать, почувствовать спиннинг на вываживании. Но, боюсь, что навряд ли. Потому что саргана сейчас практически нет. Доставридки рановато. А у нас сегодня рыбалка так немного ограничена по времени. Доставриды мы вряд ли дождёмся. Поэтому без рыбки, скорее всего, придётся всё время тестировать. Конечно, да, с 10-граммовым пелькером палочка без проблем справляется. Приманка не упористая. Проблем здесь нет. Так, немножко передвинулись. На ноги. Тут, конечно, мелко, но покидать можно. Анастасия поищу место где поглубже поближе к свалу здесь поинтереснее должно быть видео конечно не обзор это такие надо сказать первые впечатления спиннинг приобрел товарищ себе вот они выбрались на море появилась возможность сравнить их в лоб в лоб более деликатный конечно 84 как я говорил уже он более сухой по моим ощущениям немножечко он с не такой с меньшим запасом прочности но при этом по чуйке он должен быть интереснее но к сожалению этого мы вряд ли сегодня проверим не особо я верю в пелагика сейчас с 12 граммами спиннинг тоже справляется на ура эта моделька есть у меня у товарища ставить сейчас смысла не вижу 12 грамм достаточно мелковато но скажу так что по моим ощущениям я уже не первый раз держу этот спиннинг в руках нагружать его весом приманки больше чем 12 грамм я бы точно не стал несмотря на то что заявленный тест 18 по моим ощущениям 12 грамм самый оптимальный вес так чтобы можно было хлестка забросить и не переживать за сам спиннинг немножко неудобно катушка держатель плане того что он очень коротенький он конечно в руке лежит но на мой взгляд немножко неудобный маленький у него размер абсолютно идентичный с размером катушка держателя на 66 палочки сейчас во время заброса как бы не особо это все критично конечно ну вот при вылаживании рыбы особенно крупного саргана у нас бывают особи влитая там по 60 сантиметров в длину хотелось бы конечно по ухватистей катушка держатель рукоять цена не рукоять а катушка держатель в принципе касаемо катушки две пятисотый размер самый оптимальный для данного спиннинга опять же по моим сугубо личным ощущениям поставил сертей то своего c3000 даже он уже великоват и по весу и по размеру на самом деле поэтому если выбираете данный спиннинг ну или там выбор между этими двумя моделями то я бы рекомендовал ставить не больше 2 500 катушки на него больше просто смысла нет абсолютно особенно под наши условия ловли где сарган в принципе относительно не крупные да и веса мы кидаем не больше среднем 12-15 грамм катушка на данный спиннинг больше размером просто не нужно абсолютно сейчас стоит экзист 2 500 и прям самый оптимальный и вес и размер сейчас еще пару забросов сделаю и возьму 83 чтобы уже лоб в лоб по ощущениям сравнить так ну что взял свой 83 тяжелее бланк тяжелее сам спиннинг за счет еще особенно комплект здесь сертей стоит c3000 катушка сама по себе гораздо тяжелее это на мой взгляд оптимальный размер к данному спиннингу полноценный 3000 будет конечно уже великоват а вот c3000 самое то то не в курсе c3000 это катушка с 2 500 механизмом и 3000 ротором и 3000 шпулей вылет за счет этого чуть чуть получше у шнура во время заброса ну и такой легкий небольшой запас прочности так возвращаемся немножко отвлекли меня вот по поводу катушки сказал за размер что здесь до оптимальный самый размер и что данный c3000 вот что касаемо катушка держателя катушка держатель на 83 удобнее гораздо рука лежит прям ну вот идеально у 84 все-таки для кого-то это конечно может быть совсем не критично но как по мне 83 гораздо удобнее катушка держатель он подлиннее вот это место в руке ложится прям удобно и за счет этого спиннинг держать гораздо комфортнее может быть во время проводки это не сильно сказывается а вот во время вылаживания рыбы я думаю это прям значительную роль может сыграть по поводу спиннинга 80 4 действительно все-таки в руке ощущается как более деликатный и им так хлестка лично я как-то не готов сразу кидать по сравнению с тем как я могу это делать восемьдесят третьим спиннингом даже те же 10 грамм стараешься кинуть как-то более аккуратно трава по сравнению с восемьдесят третьим поэтому разница по ощущениям есть конечно восемьдесят третий спиннинг у меня уже достаточно давно он мне очень нравится и он такой более универсальный в плане верхней границы теста все-таки верхняя граница и по больше всего там может быть на 2 грамма конечно но все-таки 20 грамм и как я рассказывал уже кидал я веса и по тяжелее и не только пикеры и воблеры достаточно большие спиннинг продергивает тоже на ура ну и ту же бомбарду гран-15 я могу без проблем данным спиннингом кидать опять же такие рыбалки редко хожу но бывает иногда тоже кефаль когда нет другой рыбы или когда форель появляется у нас можно сходить попробовать половить когда она далеко стоит приходится ставить бомбарду достаточно длинный поводок и силикон по форели и вот таким образом и вот таким образом мы и ловили и вот данным спиннингом я без проблем на бомбарду ловил в общем резюмирую рыбу я сейчас конечно не поймал но как я говорил 84 спиннингом я ловил рыбу были мы в благовещенской удавалось поймать саргана на 84 своими как говорится руками вот поэтому резюмирую все сказанное если вам интересен спиннинг с большим запасом скажем так на мой взгляд прочности то можно выбирать 83 спиннинг опять же катушка держатель гораздо удобнее но опять же по моим личным ощущениям да вот но я скажу так что в 84 83 нет проблем с чуйкой да тоже все в пределах ты даже не то что нормы а на высоком весьма высоком уровне и поклевки ощущаются тем более пилогической рыбы но 84 она немножечко конечно на уровне повыше вот поэтому тут каждому как говорится свое но и бюджет у спиннингов разный 84 сейчас в текущих реалиях порядка там 10 от 10 до 15 тысяч в зависимости от курса и от места где вы там будете приобретать разница но 10 до 15 тысяч между этими спиннингами то есть весьма существенная вот поэтому тут выбирать уже вам надеюсь что хоть немножко свет пролил я на эти два спиннинга и разницу между ними ну а тут дальше уже выбор как говорится за вами но я скажу так что 83 меня очень радует как минимум да то есть я этот спиннинг выбирал очень тоже долго у меня была 78 палочка был посейдон ну в общем есть видео на канале да где я выбирал от не мог определиться между спиннингами и потом все таки взял на пробу 83 и мне очень сильно понравилось вот эта золотая середина спиннинг который мои все пожелания и потребности перекрывает на ура не сильно тяжелый даже с таким с такой катушкой то есть ловить им удобно руки не устают от длительных рыбалок из берега и можно половить из пирса и можно половить комфортно очень 84 естественно ничем не хуже ничем я думаю не уступает но имейте ввиду что спиннинг на мой взгляд все таки более деликатный более тонкостенный с ним нужно быть поаккуратнее и в плане каких-то до моментов там забросов мы транспортировки в первую наверно даже очередь потому что как правило спиннинги мы теряем не во время рыбалки а скорее чаще наверно в момент транспортировки или даже где-то местами хранения вот в этом плане наверное надо быть поаккуратнее просто бланк суши другие парпреги используются в этом бланке вот поэтому с ним немножко аккуратнее спиннинг реально более деликатный ну из минусов я могу ответить только отлить как бы выделить только один мне не очень понравился катушка держать вот это самое основное достаточно мелковат для такого размера и роста спиннинга на мой взгляд он должен был быть немножечко другой но производитель не особо стал в этом плане заморачиваться то есть применил тот же что и во всей линейке в этом экстра тюне да у них два катушка держателя карбоновый для 8 64 модельки и ниже и вот этот из его катушка держатель для всех остальных моделей вот 66 и 84 в одинаково сделаны скажем так вот ну как то так сожалению рыбки подержать не на той не на той палочки сегодня при съемке не удалось но я особо и не верил что пелагик будет саргана в этот период практику его нет можно сказать очень редкий гость он у нас но до ставридки слишком рановато еще по временному интервалу который удалось выделить на эту рыбалку